Крылья Советов В пятницу 23 февраля в 14.00 в концертном зале «Универс-студии» состоится заключительный гала-концерт Патриотического фестиваля «Бардовской песни за победу» в поддержку специальной военной операции. Патриотический фестиваль объединил самодеятельных артистов из Москвы, Самары, Тольятти и Нижнего Новгорода. Участники фестиваля – это военнослужащие, ветераны боевых действий, члены их семей, студенты колледжей и вузов, учащиеся в общеобразовательных учреждениях, члены ветеранских и общественных организаций, творческие коллективы города, волонтеры. Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская на оперативном совещании в региональном правительстве представила доклад о развитии физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Она сообщила, что в регионе сегодня почти 36 тысяч инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимаются адаптивной физической культурой и спортом. Среди них около 10 тысяч детей, и их количество растет. Сейчас в Самарской области 513 организаций спорта, образования и соцзащиты, в которых проводят занятия по 41 дисциплине адаптивной физкультуры. Спортом занимаются люди с поражением опорно-двигательного аппарата, слепые, глухие и люди с интеллектуальными нарушениями. По признанию жителей России, наводить порядок в жилище чаще всего им приходится за других. Больше трети респондентов, 39% причиной беспорядка называют других членов семьи. Еще 27% заявили, что наводить порядок приходится чаще всего за детьми. И только 20% причиной назвали самих себя. Также респонденты указывают на то, что беспорядка в доме добавляют животные. Через день наводят чистоту в жилище только 11% опрошенных. Остальные делают это реже. 43% респондентов убираются раз в неделю. Генеральную уборку третий россиян делает не чаще, чем раз в год. И только 13% 2-3 раза в месяц. Самостоятельно делают генеральную уборку в доме 38% респондентов. Услугами клининга пользуются 45% опрошенных. Самарское областное управление Роспотребнадзора забраковало 8 партий некачественной молочной продукции. Ведомство опубликовало результаты проведенной проверки. Специалисты в прошедшем году исследовали 3046 проб молочной продукции, которые реализуются в регионе. В образцах искали антибиотики, ГМО, а также другие отклонения по санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим, микробиологическим показателям. Те или иные несоответствия выявили в 146 пробах. Ответственным лицам вынесли предупреждение и назначили штрафы. Президент Владимир Путин обратится к Федеральному собранию Российской Федерации с посланием 29 февраля. Об этом сообщили в Кремле. Члены участковых избирательных комиссий информируют жителей о предстоящих президентских выборах. У каждого обходчика есть удостоверение, жилетка, сумка и нагрудный знак с символикой. Обходчики рассказывают избирателям о том, где и как они могут отдать свой голос. Пенсионерам предлагают принять участие в выборах на дому. В таком случае в день голосования придут представители избирательной комиссии с переносным ящиком для бюллетеней. Обходчики уверяют, что процедура чистая и бояться ее не нужно.